Сегодня, 26 августа, день памяти епископа Серафима Дмитровского. Накануне в музее-заповеднике Дмитровский Кремль прошли третьи звездинские чтения. Участниками чтения были представлены доклады о жизни и духовных подыгах знаменитого владыки, о дмитровских духовных чадах Серафима Звездинского, о ссылке и гибели епископа новомученика. В январе 1920 года, ровно век назад, владыка Серафим прибыл в Богом данный ему удел в Дмитров. Еще в 15-м году, будучи чудовским архимадритом, он побывал в нашем городе, когда вместе с епископом Арсением возвращался в Москву из Пешножского монастыря. Возле Дмитровского собора лошади встали и отказывались двигаться с места. Владыка и архимадрит пошли в Успенский собор и приложились к главной святыне города, даже во Творящему кресту. И епископ Арсений сказал тогда, что событие это, видимо, не случайное, и есть в нем указание на какое-то божье изволение. И вскоре владыка Серафима уже в сане епископа, прибыв в Дмитров, прежде всего совершил благодарственный молебен. Мое мнение, оно только укрепляется с каждым годом, что это действительно талантливый богослов. Это совершенно удивительный молитвенник, вдохновенный молитвенник. Все потомки его духовных чад отмечают удивительную помощь, которую он оказывал, вот когда к нему обращались, своими молитвами, удивительную помощь. И мы это чувствуем. Удивительная помощь владыке во всех наших делах. Я могу привести очень много примеров, но я думаю, что просто не в рамках нашего разговора. Вот. И, конечно же, проповедник. Такие проповеди яркие, образные. У нас есть программа детская, мы даже их цитируем детскому саду. И они такие, что их можно с удовольствием слушать. Три года, поведенные Серафимом Звездинском в Дмитрове, остались для жителей города незабываемыми. Пламенная молитва, приобщение отпавших, взыскание заблудших, утешение старцев, воспитание подростков, непрестанное поучение Словом Божьим. Таким было его служение. Дмитровчане полюбили трогательное и вдохновенное служение владыки и старались не упускать возможность с ним помолиться. После окончания службы они с пением молитв провожали его до самого дома. Вечерами, после всеночной, в темноте, стоя на высоком крыльце, подолгу не расставался епископ со своими духовными чадами, общаясь с ними на волнующие их темы. Когда святитель Тихон рукополагал святителя Серафима в Успенском соборе Московского Кремля, сюда, на епископскую кафедру в Дмитрове, а это была хератония в день памяти святителя Петра Московского, то он сказал такие замечательные слова, что как некогда Петр, митрополит Московский, утвердил город Москву в вере, в благочестии, в порядке в таком божественном, так же и ты будь утверждением городу Дмитрову. И вот эти вот слова, они пророческие слова святителя Тихона. Действительно, за очень короткий период, с 19 по 22 год, святитель Серафим был здесь, но он утвердил наше общество, наших православных людей в непростое время. Как жить, как поступать, как молиться, как стремиться нам к объединению, как стремиться к благочестию. В годы служения в Дмитрове Владыка Серафим учредил Братство Животворящего Креста Господня. Сыновняя преданность Православной Церкви и послушание всем ее законам утверждались уставом как прямой долг членов этого братства. Как и в Чудовом монастыре, строгим к исполнению обетов и уставов неустанным, любящим и заботливым наставником стал епископ Серафим для монашествующих в своей епархии. На Пасху 1922 года епископа Серафима вызвали в Дмитровский исполком. Народ собрался, требовал его возвращения. Отдайте нам нашего владыку. Власти разрешили ему выйти на балкон, однако и после этого народ не успокаивался, кричал. Тогда владыку отпустили. Народ с торжественным пением «Христос воскресе» вернулся в собор со своим пастырем. Но вскоре пришла повестка. Епископа вызвали в Москву, где он был арестован. После окончания допросов его перевели в Бутверскую тюрьму, где из-за ужасных условий содержания у него резко ухудшилось здоровье. Как церковь убедила, но это не победа над кем-то избытием. Это победа Христоса, всех страхов его водителей. Поэтому, конечно, им подготавливают именно такую победу, а не над кем-то будет. Далее началась длинная череда арестов, ссылок новых уголовных дел на владыку. Летом 1937 года работники ГПУ снова арестовали епископа Серафима. С Ишинской тюрьмы начался последний этап земной жизни новомученика. В августе 1937-го «Тройка» при управлении НКВД по Омской области приговорила Серафима Звездинского к расстрелу, мотивируя свой приговор тем, что он не прекратил своей контрреволюционной деятельности и в Ишиме среди верующих слыл за святого человека. Через три дня приговор был приведен в исполнение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова